Вот уже третий год подряд в племенном хозяйстве Верона проводится национальный чемпионат России для лошадей класса пони и миниатюрных лошадей. Этот конный клуб по праву можно считать первооткрывателем, ведь ранее подобного рода соревнований в нашей стране не проводилось. С каждым годом чемпионат набирает обороты. Два года назад здесь было представлено 90 лошадей, год назад 150, а в этом году 174 головы. География разнообразна. Красноярск, Йошкар-Ола, Астрахань, Карелия, Санкт-Петербург и Дальний Восток. В чемпионате принимают участие только лучшие представители пород, отобранные на местных и региональных выставках. Здесь борются за звание абсолютного чемпиона России и вице-чемпиона в девяти породных классах. Это за техническое мероприятие оценка проходит по типу, экстерьеру и двигательным качествам лошадей. То есть оценивается, насколько лошадь типична для своей конкретной породы, насколько у нее правильный хороший экстерьер и насколько у нее правильные хорошие рабочие качества, то без движения. Чемпионат жителям поселка Назарева, любителям конного спорта и, конечно же, самим участникам запомнился показателями и выступлениями. Представители племенного хозяйства Верона элегантно под музыку управляли своими четвероногими друзьями. Сюрпризом стала презентация немецких классических пони. Эта порода выводилась в течение 75 лет с семьей Гробер. При оценке соответствия стандарту для этого пони отбор достаточно жесткий. Если животное не проходит по одному из четырех критериев, то паспорт ему не выдается. И ни один ветврач не может его лечить и ставить прививки. Самыми главными критериями оценки этой породы являются характер и темперамент. Немецкие пони очень послушны, добрые и обучаемы животные. Дело в том, что эта порода показана впервые в России. Мы являемся единственными конезаводчиками этой породы. Завезли лошадок мы в 2010 году. И вот до 2015 года хозяйство занималось именно акклиматизацией, селекцией, разведением этих лошадей. Было привезено 12 голов, сейчас у нас 61 голова. На племенных ринках спортивного пони класса ССД было устроено своеобразное дефиле. По итогам представители классических верховых пони из Йошкаралы, жеребец Литтл Милтон и его дочь Найтиле заслуженно получили звание абсолютного чемпиона и вице-чемпиона России. Я очень рада, потому что был проделан большой путь, большой труд, много усилий, потому что это и затраты финансовые, материальные, но и в том числе затраты времени, усилий, потому что мы привезли уже наших детей, которые у нас родились и воспитались. Поэтому я очень рада, что этот труд увенчался успехом. Не менее зрелищным и волнительным стало выступление самой юной участницы. В этот день звездами ринга чувствуют себя и лошади, и дети, а всем участникам остается с нетерпением ждать следующего года и новых побед. Дарья Сустягина, Мила Тарасевич, Артем Манусов, телекомпания «Одинцова».